Представьте себе, что вам нужно выбрать страну, где вы были бы максимально счастливы. На каждом углу вас подстерегали бы самые жизнерадостные люди в мире, а уровень стресса в конце рабочего дня был бы равен нулю. Сегодня в нашем ролике мы отправимся в страну, которая возглавляет список самых счастливых стран мира. Она же страна тысячи озер и обладатель языка, которым вдохновлялся сам Толкин, когда создавал эльфийский язык. Речь пойдет, конечно же, о Финляндии. Наши соотечественники нередко выбирают именно ее в качестве страны для эмиграции. Прежде всего, это связано с тем, что она достаточно близко к нам расположена, особенно к тем, кто живет в Петербурге или, скажем, в Выборге. В Финляндии проживает столько же людей, сколько и в Краснодарском крае. При этом сами русские, переехавшие в Финляндию, отмечают спокойствие страны, достойную оплату труда, а также хорошие размеры социальных пособий, позволяющие жить в более комфортных условиях, чем у себя на родине. Самые высокие заработные платы в Финляндии у представителей сферы медицины, правоохранительных органов, пожарных. Это те сферы, помимо IT, в которых найти работу легче всего, если Вы квалифицированный специалист. Врач здесь получает больше 5000 евро в месяц, стоматолог – 6, программист – более 3,5. При этом адекватными можно назвать зарплаты и продавцов, и нянь или гидов. Все они стартуют от 1000 евро в месяц. Другой положительный момент проживания в Финляндии – чистота и тишина. При созданной системе жителям страны мусорить даже как-то неинтересно и невыгодно. Использованную тару из-под молока или другого напитка можно сдать и получить за нее небольшие деньги, которые потом можно потратить точно так же на молоко. На наш взгляд, прекрасный круговорот тары и молока. Сами же финны с самого детства приучены сортировать мусор. Так, например, маленький финн знает, что его страна – одна из самых экологичных стран в мире. В Финляндию также едут за тишиной, которой так не хватает временами у нас в крупных городах. Законами о тишине, я думаю, никого не удивишь, так как они есть и в других странах. Но при этом большинство финнов уважительно относятся к друг другу. Поэтому ситуации, нарушающие тишину, случаются редко. Забавно, но тайны финской тишины даже пытались разгадать ученые. Вывод заключался в традициях страны. Доктор Анна Ваттанен из Университета Оулу отметила в своем исследовании промах ей во взаимодействии и стереотип молчаливого финна. Молчание – это традиция не только финнов, но и жителей Дании и Швеции. У представителей всех трех стран считается дурным тоном привлекать к себе излишнее внимание с помощью громкого голоса и тем более музыки. По другим утверждениям ученых, в Финляндии достигнут высокий уровень аудиокультуры, который стал результатом активной пропаганды уважения к чужому личному пространству. Очередным плюсом Финляндии является безопасность улиц. Эксперты всемирного экономического форума признали ее самой безопасной для туристов. Еще одна причина, по которой переезжают в Финляндию молодые и амбициозные ребята – это доступность качественного высшего образования. В России стоимость одного года обучения в государственном вузе, если мы не говорим о бюджете, равняется 167 тысяч рублей. Ежегодно, в то время как в Финляндии высшее образование бесплатно, как для финнов, так и для иностранцев. Единственное условие – студент должен обучаться на финском. Если вы не знаете финского, то по некоторым данным ряд университетов начал вводить программы на английском языке. Но такие надо поискать. В этом вам поможет сайт 3wsmaps.ru. Там вы можете найти программы обучения в различных странах мира, вы можете выбрать для себя школу или университет. На сайте всегда есть онлайн-консультанты, и в чате можно задать любые интересующие вас вопросы по обучению за границей. Если говорить о стипендиях, то в России они составляют около 1000 рублей в месяц, и зависит это чаще всего от успеваемости студента. В Финляндии же, как и во многих других европейских странах, студенты могут получать финансовую помощь от государства и независимо от оценок за экзамены. Здесь есть и стипендии для нуждающихся, которые покрывают стоимость проживания, питания и проезда. Таким образом, студенты местных вузов могут полностью сосредоточиться на учебе, не переживая о средствах к существованию. Но схалтурить, друзья мои, за финской партой у вас не получится. Образование здесь нелегкое, и времени учебе в самом деле придется уделять много. Тем более вузы делают акцент на практике, а не только на теории, и студенты активно применяют полученные знания уже с первого года обучения. Финские школы также последнюю пятилетку признаются одними из лучших в мире. Здесь иная система оценивания. До третьего класса оценки не ставятся. А с третьего по седьмой класс используются словесные вариации. Хорошо, отлично, удовлетворительно. После седьмого класса уже используется десятибальная система оценивания. Поэтому и отношение к отметкам здесь другое. Они нужны скорее для мотивации тянуться к новым знаниям. Школьное образование полностью бесплатное. В том числе бесплатные обеды, учебники, даже необходимая для образования техника. А также экскурсии и школьный автобус. От дома до школы. Но если вы репетитор и собрались доделывать в Финляндии недоделанную школой работу, и обучать учеников на дому, то могу вас расстроить. Репетерство как таковое в Финляндии развито слабо. Поскольку в этом просто нет необходимости. Ученики, которые отстают по предметам, просто могут прийти на дополнительные занятия после уроков. И учителя им помогают. А учителям это и в радость. Зарплаты здесь довольно неплохие. От двух с половиной до пяти тысяч евро в месяц. Работу свою преподаватели здесь выполняют качественно. И искать подработку здесь нет необходимости. Финские школьники изучают тот же набор предметов, что и российские. Но здесь нет нужды делать упор на всех предметах сразу. Учителя и родители спокойно относятся к тому, что дети уделяют больше внимания только определенным предметам, которые им пригодятся в будущей профессии. А такие понятия, как отличник или двоечник, здесь отсутствуют. Но сейчас предлагаю на минуточку выйти из школьных дверей и вспомнить, что Финляндия – это лучшее место для наблюдения за северным сиянием. А финская Лапландия пользуется репутацией одного из лучших уголков планеты для наблюдения за ним. Сюда можно приехать в любую зимнюю ночь и полюбоваться на этот природный феномен. 70% Финляндии – это леса. Их здесь больше, чем в любой другой стране Европы. Здесь 188 тысяч озер. А вода – одна из самых чистых в мире. У финнов даже есть такой термин, который в переводе будет значить что-то типа того, что у каждого человека есть право на природу. Финляндия – идеальное место для катания на лыжах. И лыжный сезон может продлиться здесь около 6 месяцев – с октября по май. Трассы здесь прекрасно освещены и лыжники могут кататься до самого позднего вечера. Для любителей беговых лыж здесь есть сотни километров трасс. А один из курортов Лапландии предложит гостям почти 330 километров. Это больше, чем где-либо в Европе. Эксперты давно уже сошлись во мнении, что сауна очень полезна для очищения организма, укрепления иммунитета, активизации сердечной системы и снижения веса. В Финляндии на каждую пару человек приходится по одной сауне. Это больше, чем где бы то ни было в мире. Что же касается медицинской системы, то есть тот, кто ее хвалит, а есть те, кто ругают. Конечно, здесь есть свои нюансы, которые позволяют системе функционировать лучше и удобнее для всех. Попасть к врачу просто и без записи у вас не получится. Поэтому, если вы рассчитывали на наше «а я только спросить», то, скорее всего, вас развернут. У врачей здесь все расписано по минуту, и опоздавших они ждать не будут. Сдвигать других пациентов тоже. А пациент, который записался и пропустил прием, должен оплатить штраф за потраченное врачом время. Это помогает дисциплинировать и относиться внимательнее не только к своему здоровью, но и к работе других людей. И опять же возвращаемся к уважению к ближнему. Кстати, для иностранцев, не владеющих финским языком, в поликлиниках есть возможность пригласить переводчика. Делать, однако, это тоже необходимо заранее и договариваться непосредственно в поликлинике. Мы с вами поговорили о главных плюсах жизни в Финляндии. Чтобы уравновесить чаши весов, давайте поговорим и о минусах. Пожалуй, главный камень приткновения на пути переезда – это язык. Даже если вы планируете обучение или работу на английском или любом другом языке, которым вы владеете, то общаться и существовать вне учебы, офиса вам также будет необходимо. А для этого нужно знать финский. Но финский сложный и, как минимум, необычный. И к его логике надо привыкнуть. Цены на продукты здесь выше, чем в российских супермаркетах, но незначительно. При этом за безлимитный интернет вам придется заплатить в несколько раз дороже. Стоимость средней квартирки обойдется в 1000 евро. Но какое это имеет значение, если мы планируем получать там не меньше пяти? Конечно, многих может оттолкнуть финский холод и непредсказуемая погода. Однако тех, кто уже жил в таких городах, как Питер, Мурманск, Хабаровск или Магадан, это ни в коем случае не отпугнет. В Финляндии погода очень изменчива и всегда нелогична. Может идти дождь все лето, осень или весну, бывают очень холодные зимы и очень жаркое лето. Угадать невозможно. Но если после всего увиденного вы намерены переезжать в Финляндию, то вот несколько способов, как это можно сделать. Переезд на основании наличия родственных связей в стране. Чаще всего нас интересует получение ВНЖ на основании гражданского брака. Если пара состоит в отношениях более двух лет, и в качестве доказательства отношений можно предоставить какой-то документ. Например, совместный договор об аренде жилья. Стоит понимать, что брак должен быть настоящим. Потому что в этой стране с фиктивным браком все очень строго. Больше шансов получить отказ возникает у тех, кто заключил брак слишком быстро. Если есть приличная разница в возрасте, или если один из супругов уже имеет в прошлом несколько непродолжительных браков. Будущих супругов могут вызвать и на допрос, чтобы убедиться в подлинности намерений заключения брака. Переехать на законных основаниях в Финляндию могут и те, кто может доказать наличие финских корней. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше родство с лицами, имеющими паспорт Финляндии. Переезд по учебе или работе. Если вы планируете обучение в Финляндии на срок более 90 дней, то вы имеете право на получение краткосрочного ВНЖ. Для этого необходимо предоставить документы о зачислении в ВУЗ. Это один из наиболее простых способов переезда. После окончания ВУЗа есть возможность найти работу и трансформировать свой вид на жительство уже в рабочий. А до этого момента при необходимости на ВНЖ в ожидании получения работы. Рабочий ВНЖ можно получить, если вы уже являетесь высококвалифицированным специалистом. Для этого необходимо, чтобы вас пригласила местная компания. И как я уже говорил ранее, если вам интересна учеба за рубежом, обязательно приходите на сайт 3wsmaps.ru. Там вы найдете много полезной информации. Переезд для предпринимателей. Если вы планируете открыть свой бизнес в Финляндии, то тоже можете получить определенный вид на жительство. Здесь, правда, тоже могут быть свои трудности. Для того, чтобы получить такой ВНЖ, необходимо, чтобы у вас был так называемый бизнес-айди. Это код, который присваивается властями всем предпринимателям, подлежащим регистрации. Если вы хотите запустить, скажем, стартап в Финляндии, то вам придется предоставить бизнес-план для получения ВНЖ. Если у вас уже есть действующая компания, то вам необходимо доказать, что она прибыльная. Если организация Business Finland одобрит ваш стартап-проект, то следующий шаг – это получение ВНЖ. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. Пишите в комментариях о плюсах и минусах иммиграции в какую страну вам было бы интересно узнать. Ну и, конечно, смотрите описание к данному ролику. Там вы найдете все полезные ссылочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok